Я вижу, что мне, как ветерану, как участнику боевых действий, человеку, который занимается предпринимательским делом, мне необходимы реформы. В чем мне они необходимы? Что бы сделал я? Что бы я хотел, чтобы сделало Министерство ветеранов? Я бы хотел, чтобы бесплатный проезд в маршрутке и в автобусе мне бы заменили на единоразовое посещение обязательное психолога и психотерапевта один раз в месяц. Я бы хотел, чтобы вместо бесплатной поездки на самолете туда-назад был бы создан Дом ветеранов, в котором я бы мог провести какое-то время, когда у меня скрывают Кубанку. Я бы хотел, чтобы вместо бесплатного проезда в поезде два раза в год, ну, короче, всю эту хрень нужно убрать, надоело. Я вижу, что мы возвращаемся с чувством того, что нам должны, и это очень плохо. И государство всячески лелеет, лелеет, вам должны, вы герои, вы герои. И до ужаса тяжело работать с такими ребятами, потому что я уже два с лишним года занимаюсь тем, что я стараюсь, пропагандирую, причем в прямом смысле слова, я хочу, чтобы те люди, которые возвращаются с войны, адаптировались и делали это посредством открытия своего собственного дела. То, о чем говорил Андрей. Бизнес спасает. Бизнес очень похож на войну. В бизнесе можно найти огромное количество похожего опыта, который был на войне, применить его, при том с профитом для себя, с возможностью оказывать помощь другим и с возможностью не быть обузой для государства и для своей семьи. Это первое. Второе. Это прекрасная возможность для самореализации, потому что, как говорил Андрей, прекрасный опыт, да. Представьте себе чувака, он снайпер в аэропорту, да, или пулеметчик. Он гасится, он рубит, все прекрасно, он великолепно выполняет свои задачи, он получает письма от детей, там, вы спасаете батькивщину, там, Толик 10-й А-класс, ЧДС-рочки, а потом он приезжает и идет работать пистолетчиком на заправку. Нахера ему такая работа? Вин герой. Он умеет убивать врага. Он, все, это уже совершенно другой человек. И огромная проблема заключается в том, что государство и государственные деятели наши, да, тут нету пана Третьякова? Нема? Нет, он ушел. Взрадо. Я бы хотел ему сказать пару слов, да. Вот. Это люди из Советского Союза. Люди из Советского Союза, которые считают, что необходимо давать рыбу. Украина стала независимой в 91-м году. Советского Союза больше нет. На дворе капитализм. Людям нужно зарабатывать. Понимаете, нам нужно открывать свой бизнес. Нам нужно становиться самостоятельным. Мы должны поднимать экономику. Я вижу, что ветераны это могут делать посредством открытия своего дела. Каким образом? Это бизнес-инкубаторы. Это в первую очередь, как сказал Андрей, найти себя. Это очень важно. Процесс адаптации необходим. И как раз самый лучший на сегодняшний действующий способ адаптации для участников боевых действий после возвращения домой, так как государство пока еще ничего не сделало, это Союза ветеранов. И то, о чем мы сегодня говорим, это ветеранская спельнота. Мне очень сильно повезло. Когда я вернулся, мне позвонил Жора, там вот его жена сидит, Ира. Мы вообще были незнакомы. Но чувак почему-то решил, что ему надо создать Союз ветеранов, чтобы помогать другим. Я говорю, мужик, ну давай встретимся. Думал, вообще какой-то чокнутый. Но мы встретились, начали работать. И я увидел, что это реально работает. Простое взаимоотношение, общение и так далее. Но о чем я говорю? Не надо давать рыбу. Надо дать удочку. Нам нужны новые программы. Полностью реформированная система льгот. То, что сейчас есть у нас, это огромезная дыра, которую заполняют налогоплательщики, и я в том числе. И меня это не радует вообще ни разу. И эти деньги уходят в никуда. Вот это самое обидное. И очень хочется, чтобы у нас появились программы для того, чтобы создавать, а не просто давать, типа, на тебе косточку, мужик, типа, похавай там, может тебе что-то хватит. Да, это не совсем правильно. Слово всегда, спасибо. Спасибо большое. Рада.